Эта комната выглядит так, будто пережила бомбежку. Трещины в стенах, осыпавшаяся штукатурка, подтеки и оборванные провода. По словам хозяйки Натальи Обуховой, дом нуждался в ремонте еще с советских времен. В 90-х уже протекала крыша. Но пробывший барак совхоза «Золотая балка» тогда просто забыли. Сам ремонт давно запроводился? Тут вообще не делался ремонт. Вообще. Вот как мы вошли в Украину, все. Мы никому. Мы были вообще на последнем плане здесь. В 2016 году у жильцов общежития появилась надежда на то, что коммунальному кошмару пришел конец. Здесь начали проводить капитальный ремонт. Позже оказалось, что работы не затронут фасад здания. Замене подлежала только кровля дома. До 2014 года вообще жить не хотелось. Я уже и с собой хотела покончить. Но не было средств существования. До 2014 году как на свет народилась Россия, когда вернулись домой. С момента последнего появления здесь строителей прошло два года. Теперь на жилых развалинах красуется новая кровля. Помещения рушатся, стены отдают характерным запахам сырости. А ходить по комнатам необходимо с особой осторожностью, чтобы не провалиться. А так выглядит кухня этого дома. Находиться здесь попросту опасно. Мало того, что крыша постоянно обваливается, так еще вдобавок и пол весь в дырах. Заделывать их приходится, кстати, теми же самыми камнями с потолка. Разъяснить ситуацию мы попросили в управлении жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства правительства Севастополя. Получить ответ на вопрос, почему общежитие не было признано аварийным, нам не удалось. Вместо этого нам сообщили, что здание стоит на очереди в программе капитального ремонта. Привести в порядок фасад планируют в 2020-2022 годах. Но дом нуждается в восстановительных работах уже сейчас. Потому принято решение ускорить процесс. Мы сейчас проводим работу по признанию этого дома многоквартирным домом. И в дальнейшем будет выполняться дальнейшее благоустройство. А сроки примерные здесь? Примерные сроки это 2018-2019 года. Обещают заняться и вопросами коммуникации. В 2018 году правительство города проведет проектно-изыскательские работы в части газоснабжения. Строительно-монтажные работы завершат в 2019 году. Кирилл Попов, Юрий Риутин, Севинформбюро.